Всем привет, меня зовут Вика Близ, и сегодня я буду разыгрывать пушистиков. Пушистик номер один, Элис. Пушистик номер два, Баттерс. Для первого розыгрыша мне понадобится плюшевый мишка и комбинезончик Элис. Кстати, он ей стал мал, поэтому она его не носит. Одеваю мишку, застегиваю комбинезончик, чтобы он напоминал питомца. Одеваю ошейник Элисочка и пристегиваю поводок. Все, у нас теперь новый питомец. Пошлите покажем Элис и Баттерс. Как думаете, что они подумают? Элис, Баттерс! Ай, это все такое! Что-то странное, иди мне. У нас что, новый питомец дома? Это что, собака? Баттерс, Баттерс, ты что там кричишь? Это кто там такой? Мне не нужна твоя собака. Странная какая-то ерундовина. Похожа на Элиска в детстве. Нет, это точно не я. Элис, иди, кого принесли-то домой. На собаку не похоже. Какой-то монстрик, что ли, плюшевый. Может, котик? Ой, а может, какой-то кот вредный? Не знаю. А если это черепаха? Баттерс, идем сюда, познакомишься с Мишкой. Упс, надо сматывать. Кисть, он не страшный. Ой, надо что-то идет. Это точно черепаха? Ой-ой-ой, никуда от него не денешься. Ай, ай, хватит со мной бегать. Надеюсь, тут меня почти не видно. Ага, он уходит. Я слежу за ним, Баттерс. Хороший, хороший песик. Хороший. Чего это там? Его гладят и хвалят. Ну-ка пойду посмотрю. Так, так, так. Чем пахнет? Что-то знакоменькое. Элис его там нюхает и ходит рядом. Значит, он не такой страшный. Но подходить я близко не буду. Просто со стороны посмотрю, как он себя ведет. Баттерс его боится. Лучше тоже отойти. Мало ли чего. Но Элис, конечно, до сих пор к нему слишком близко не подходит. Ой-ой-ой, не надо меня туда нести. Можно я не пойду? Вика, пожалуйста. Не-не-не, я лучше пошла подальше. Не надо его ко мне подносить. Ой, он мне кого-то напоминает. Ой, не-не-не, он все равно какой-то странный. Так, ладненько. Придется с ним что-то делать. Она от меня точно не отстанет. Поскольку Баттерс долго боялся нечто, я решила раздеть мишку и показать, что это он. Она его раздевает? И что бояться нечего. Ого, это что? Тот самый мишка с детства, которого я таскала? Ой, я что-то его и не узнала, и не унюхала. Он чем-то другим пахнет. Хе-хе, надо же, так получилось. А я боялась и переживала. А это мой добрый друг детства. Обожаю твою мишутку. А это костюмчик Элис. Точно, я вспомнила. Это комбинезончик. Как я сразу не догадалась. Хе-хе, получилось смешно. Разыграли нас. Вот тогда. Это чей комбинезон? Чей? Это мой комбинезон. Элис, твой комбинезон? Да. Хе-хе, я пальчики. Элис, не переживай. Это мишка, мой друг детства. И твой комбинезон. Хе-хе, надо же, вы нас так разыграли смешно. Я даже не ожидала такого пранка. Я тут так удобненько легла. Ой, ой, не надо меня так много гладить. Все, я пошла. Следующий пранк. И для него я уже подготовила кое-что. Здесь три одеяла. И под них я сейчас спрячусь от Элисы Баттерс. Посмотрим, что они будут делать. Запускаем, Элисочка. Я уже под одеялом. Мика, я тебя тут чую. Ты где-то там, что ли, под одеялкой? Ну-ка, попробую тебя откопать. Не получается что-то. А я чую-чую, я качаю, ты там. Ну-ка, давай вылазь. Вот так, вот так. Что-то глубоко ты как-то залезла. Еще потешу чуть-чуть. Ну, что ты там не вылазишь? Вика, вылазь. Ты, плохое одеяло. Выпусти Вику. Выпусти, выпусти Вику. Хи-хи. Вика, тебя что, съела одеялка? А я всегда знала, что лучше спать без одеялок. Это безопасней. Эх, Вика, Вика. Вещь-то ты влипаешь в эти истории с одеялками. Ну-ка, давай вылазь. Я не могу тебя вытащить. Баттерс, помогай. Никак еще Баттерс не придет. Вика, ну что ты молчишь? Давай вылазь поскорее. Наконец-то ты пришла. Вика там вон где-то под одеялом безострела. Я не могу ее вытащить. Давай что-то вместе придумаем. Баттерс, давай думай быстрее. Не знаю, что там Элли скопает. Там же Вика просто лежит. Вот что она к ней пристала? Не понюшу. Сосидишь, помогай. Эллисок, хватит там мешаться. Я так хорошо лежала. А ты весь матрас сбарахтала. И мне неудобно лежать. Ой, Вика, я тебя видела. Значит, ты там. Значит, я скоро тебя скопаю. Эллис, как всегда. Ей надо достать, а потом начать облизывать. Эллис, все, нашла меня, да? Эллис, не надо мне лезть в лицо. Прекрати. Эллисочек, ну блин. Как хорошо, что все хорошо закончилось. Я тебя очень люблю. Эллис, по мне соскучилась. Очень. Еще один пранк. Только уже с йогуртом. Эллис и Баттерс обожают всякие такие вкусняшки. Особенно, когда я их ем, когда смотрю какой-нибудь сериальчик или кино. Они прибегают и начинают попрошайничать. Там что, что-то вкусненько едят? И без меня? А я буду есть и не давать им какое-то время. Посмотрим, что они будут делать. Вика, дай мне вкусненький йогурт чуть-чуть попробовать. Чем-то вкусненьким запахло. Баттерс, ну ты лучше не приходи, мне больше так достанется. Кажется, это йогурт. Вкусняшка. Опа. Она же отнюю чего не дает. Я тут, Вика. Можешь меня уже угощать. Ням-ням. Обожаю йогурт. А, молочные вкусненькие штучки. И мне, и мне. Хочу покушать. Дай мне тю-тю. А мне? Почему мне не дает? А ей дает. Вкуснятия какая. Ам, сериальчик. Вика, я на тебя обижусь. А можно мне еще? С этикетки вкусненько. Облизывать. Ам, 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 ам. Ам, ам. Все, Вика. Я обижусь на тебя тогда. Элис, не обижайся. Я сейчас с тобой поделюсь. Эй, спасибо. Вкусненько как. Спасибо. Да еще. Ам, вкусно как. Клево. Хе-хе-хе-хе. Вика самая лучшая хозяйка в мире. Ой, Вику уже явно кормит только Элис. Можно мне дать? С этой стороны только УЗ. С той стороны поела, теперь с этой. То прошлое уже. Не считается. А мне, а мне, дай мне. Баттис много ела. Дай, дай, дай мне тоже. Вот так и разо. Кусняска. Ой, сколько там осталось. Много. Йогурта в этой баночке. Дай, язычком все съем. Мя-мя-мя-мя. Кухенька. Обожаю. Все, у меня закончилось, Баттис. Я иду к тебе. Хе-хе-хе-хе. Все, у меня с тобой поделилась. Доедай. Потому что я уже наелась вкусноты. Мя-мя-мя, как вкусно. А теперь пойду умываться. Спасибо, Вика. Мы тебя любим. Такие пранки кайф. А, и лапки теперь вкусненькие будут. А, и сладенькие. Следующий пранк с музыкой. Посмотрим, как отреагируют Элис и Баттис на то, что я включу музыку и начну танцевать. Ну что, поехали. Посмотрим, что будут они делать. Я специально начинаю так смешно танцевать, чтобы Элис и Баттис быстро отреагировали. И немножечко нелепо, чтобы они начали баловаться. Тури-тури-тури, я люблю танцевать. Вот видите, как Элис начинает сразу беситься. Я очень люблю, когда ты танцуешь. Ой, как-то Вика странно прыгает. Ой, она иногда так делает. И Элисок начинает сразу к ней приставать и баловаться. А мне нравится. Как будто бы я охочусь за ножками и тоже что-то так непонятно танцую. Хе-хе-хе-хе. Не знаю, зачем это надо, но мне очень забавляется. Смотрите, я своим ртом пытаюсь поймать ее ноги. Она так быстро ими шевелит и прячется от меня на диван. И я сильнючая. Ой, тут уже совсем что-то странное происходит. Весь диван худуном ходит. Мне же даже спокойно не посидеть. А давай вместе танцевать, Баттерс. Но со стороны наблюдать это, конечно, смешно. Особенно как Элис бегает. Вот-вот только не надо с хвостом играть. Хе-хе-хе. Отмешай. Это было 4 способа, как разыграть пушистиков. Пишите в комментариях, какой способ вам понравился больше всего и который смешнее. И где они лучше всего отреагировали. Ну а с вами была Кисуля Баттерс и собачка Элис. И это я. Всем мяу-мяу. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Мы вас любим. Я пошла заниматься своими делами. Пока-пока. Я вас всех люблю. Ребята, а еще не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать видео. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка будет в описании.